Я люблю хорошие истории, те, что прячутся в тёмных уголках интернета. Забытые тайны, ждущие разгадки. Виртуальные артефакты, потерянные во времени, как пыльные книги на полках библиотеки. Загадки, которые, похоже, что никто не решит, но которые продолжают жить в бесконечных циклах форумов и блогов. Интернет — это цифровой лабиринт, где каждый щелчок мыши открывает новую дверь. Иногда от нечего делать я облуждаю по его коридорам, надеясь найти что-то ценное. Но чем дальше я ухожу, тем всё мрачнее и печальнее. Забытые форумы, затерянные сайты, ушедшие в небытие блоги. Они все становятся частью моей небольшой коллекции интересных историй, которые я потихоньку делюсь с вами. Среди всех этих историй выделяется одна конкретная, которая не оставляет людей равнодушными более 15 лет. Её нередко ставят в один ряд с цикадой 3301. В этой истории сплелись воедино заказные ухиства, международный терроризм, частные военные компании, педагоги. Я бы хотел познакомить вас с одной из самых мрачных и запутанных историй интернета. О том, как пользователи всемирной паутины заглянули в бездну и более того, дать ответы на все вопросы. Возможно, этот ролик снесёт YouTube из-за количества жестя. Вы на канале B.T.D. Заваривайте чай. Мы начинаем. История, о которой я хотел бы вам рассказать, началась по сути ещё в эпоху Web 1.0. Во времена, когда у каждого был свой сайт в интернете, сделанный на коленке. Никто не заморачивался над качеством тогда. Безобразный дизайн, нулевой функционал. Сейчас же время изменилось, и современный интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Сайты теперь создаются с учётом удобства пользователей, с продуманным дизайном и высокой функциональностью. Веб-разработчики используют передовые технологии, такие как HTML5, CSS3 и JavaScript, чтобы создавать интерактивные и адаптивные веб-страницы. Если вы или ваш ребёнок хотите научиться этому занятию, то можно обучиться онлайн в цифровом колледже Skillbox и получить официальный диплом о среднем профессиональном образовании. Вы сами выбираете дни и время занятий, практикуясь только лишь в востребованных профессиях, веб-дизайне или веб-разработке, пополняя портфолио. Вы сможете трудоустроиться и претендовать на зарплату до 80 тысяч рублей уже во время обучения. Поступить можно по аттестату за 9 или 11 класс, без ЕГЭ и ОГЭ. Независимо от вашего возраста и места проживания. Принимает всех, кто предоставит нужный набор документов. Поступление, кстати, тоже онлайн. Вся программа соответствует федеральным образовательным стандартам. В цифровом колледже Skillbox приятная комьюнити. Проводятся различные мероприятия, есть индивидуальная поддержка кураторов. С ними сотрудничают такие компании, как ВКонтакте, Юла, Мейл.ру, Рамблер и остальные. Так что насчёт стажировки можете не переживать. Чтобы узнать подробную информацию о колледже, правилах поступления, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Интернет нулевых — это очень странное место. Всё то, что мы знаем о нём, тогда лишь зарождалось. Были форумы, где пользователи обсуждали свои интересы, создавали сообщества и делились информацией. Поисковые системы тогда только начинали своё развитие. И найти нужную информацию было не так просто. Социальные сети только-только появлялись, и люди активно общались в чатах, ещё не выработав правила поведения в сети. Всё это создавало атмосферу своеобразного Дикого Запада, где можно было встретить самых разных личностей. От шизика, создающего искусственный интеллект в своём подвале, до инвалида, собирающего донаты на стриме, чтобы отрубить себе ноги гильотиной. Даже случаи, когда люди уродовали котят для продажи, в те времена были не самым странным явлением. Тогда ФБР даже подключилось, но об этой истории поговорим как-нибудь потом. В эту фантасмагорию идеально вписывается тогда ещё небольшой сайт, созданный в 2005 году — Reddit. На просторах этого сайта появилась личность под псевдонимом Religion of Peace. Его виртуальное бытиё началось в отдалённых хрониках 2007 года, когда он зарегистрировался там. На первых этапах своего пути в начале 2008 года Роб в основном комментировал посты пару раз в месяц. Однако в конце весны 2009 года он стал более активным. Тогда он написал несколько сотен сообщений, комментируя те или иные ситуации. Собственно, благодаря этому мы более-менее знаем жизненный путь этого человека. Первые его сообщения касались тем серийных убийц. Причём было заметно, что человек действительно заинтересован в этом вопросе. По его мнению, на момент 2008 года в США было более тысячи непойманных серийников. Ещё он рассуждает над тем, что тела спрятать не так уж и сложно. Также он расписывал максимально подробно, как спрятать тело, создавая гайды и давая советы касательно того, как стирать кровь с разных поверхностей. Один из пользователей Реддита даже ему порекомендовал обратиться к психиатру из-за зацикленности на маньяках. Другой написал, что ему тоже кажется подозрительным зацикленность Роба на убийствах. Роб на это отвечал, что серийники это всего лишь его хобби. Моё хобби разбираться в том, как работает разум. Убийство это то, с чем я очень хорошо знаком. Мне интересно, как работает серийный убийца и что отличает его от профессионального солдата, который не возражает или даже получает удовольствие от убийства, зарабатывая на жизнь. Сам Роб крайне интересная личность. Родился в семье военных, прадед участвовал в гражданской войне, отца почти не видел. Когда мальчику исполнилось 6 лет, его отец отправился участвовать в гражданской войне в Испании. К 13 годам, достигнув роста 175 сантиметрам, он помогал на ферме и перевозил зерно, выглядя при этом старше своих лет. Вскоре он решил сбежать из дома, чтобы стужить своей стране, движимой патриотическими чувствами. Автостопом он попал в Филадельфию, где записался добровольцем в армию. На медосмотре закрывали глаза на отсутствие документов, и Роб немного преувеличил свой возраст. Это помогло ему уже на следующий день оказаться в военно-морском учебном центре США Бейнбридж, где он провел полгода, а в январе уже стоял на палубе военного корабля. Еще через полгода он был свидетелем высадки в Нормандии. Непосредственно в самой высадке на суше участие не принимал, но помогал на корабле таскать всякие боеприпасы. Я почти ничего не делал, только красил, убирал, перевозил груз, доставал боеприпасы для 40-мм орудия и старался не попадать в неприятности. Я не знаю, что вообще происходило, за исключением того, что мы ездили туда и обратно, из Портленда в Гурок, раз 10 или около того. За день до нашего отплытия погода была действительно отвратительной. Теперь я понял разницу. У всех были грязные головы, на всем корабле воняло, как в ведре с блевотиной, и эти бедные солдаты блевали в свои шляпы и выливали блевотину повсюду, где только могли. Я не знаю, как им на следующий день удалось забраться в десантный катер. После этого мы перебросили еще больше солдат на юг Франции. Я служил на корабле до начала октября, пока меня не спалили, что я был несовершеннолетним. После Второй мировой войны Роб, оставшись один в Европе в возрасте 15 лет, начал размышлять о том, как ему добыть деньги на пропитание. Оказалось, что поиск работы был несложной задачей, ведь после войны везде требовались рабочие руки. В итоге парень устроился в одной из благотворительных организаций и поначалу трудился в лазаретах. Но вид и запах умирающих людей был непереносим, и в итоге он перевелся в другую гуманитарную группу, перевозящую людей в Палестину. Так, в 1946 году Роб оказался на земле обетованной, где через год вспыхнула войнушка за независимость Израиля. 17-летний парень снова был вынужден принимать активное участие в боевых действиях, на этот раз непосредственно на поле боя с автоматом в руках, на стороне евреев. По окончании войны на Ближнем Востоке его способности, видимо, приобрели признание, и Роб согласился принять участие в Первой Индокитайской войне на стороне Франции. После ее окончания в 50-х он попал в Гонконг, отметился даже в Гражданской войне в Анголе и Малае. Так прошла большая часть жизни Роба. Вечерний теплый ветер нежно касался кожи его лица. Роб, седой и уставший, вернулся на родину после почти 45 лет, проведенных на войнах. Он был мальчишкой, когда покинул дом в 13 лет. И теперь, пройдя джунгли, пустыни и горящие города в возрасте 57 лет, он наконец вернулся домой в 1987 году. Возраст уже не располагал к таким активным действиям, да и участие в войнушках много денег не приносило. По его словам, в месяц он зарабатывал лишь 15 тысяч долларов. Для понимания, в 1980-м белый мужчина в США на обычной работе получал примерно 13,5 тысяч долларов. В 90-х – 20 тысяч. В общем, охотно верится, что человек занимался всем этим, исходя из своих взглядов, а не был беспринципным наемником. Например, он поддерживал ввод войск в Афганистан, но осуждал их применение в Ираке, считая это проебом дипломатии Буша. В общем, из-за этого Ропу пришлось хорошенько поразмыслить над тем, как он будет обеспечивать себе старость. И не придумал ничего лучше, чем разобраться с компьютерами и программированием. К своему удивлению, он преуспел в этом, и эта деятельность стала его работой на следующие 20 лет. За это время по работе он снова контактировал с людьми со всего света. Познакомился с несколькими русскими, другими выходцами из советского блока, египтянами, несколькими кубинцами и остальными. Собственно, именно эта особенность старика и позволила ему рассказать всё это на реддите. В январе мне исполнилось 79. Надеюсь, не доживу до 80. Быть старым больно. Как я упоминал ранее, Роп активно участвовал в разнообразных дискуссиях. За последние несколько месяцев он рассказал о своей жизни больше, чем за 20 лет общения с другими людьми. В одном из обсуждений он даже согласился записать свою биографию в аудиоформате. Идея, которая показалась ему привлекательной. В общем, в какой-то момент Ропу надоело использовать платные хостинги изображений, которые были распространены в нулевых, и он решил состряпать свой собственный хостинг для удобства, о чём оповестил пользователей реддита 18 мая 2009 года. Хостинг получил название буквально «Хостинг изображений этого старика» и располагался по адресу lakesityquietpills.com. На удивление, старик оказался достаточно компетентным в программировании не только для создания собственного хостинга, но и для раздачи советов остальным по этой тематике. Например, писал большие простыни, раздавая советы по введению документации. Видно, что человек в этом шарит. Также он старался помогать людям не только в области IT, но и другим по мелочи. Например, когда появился реддитер с небольшой музыкальной группой, Роб пытался подбадривать музыкантов и, более того, посоветовал своего друга, занимающимся хостингом сайтов, мол, если ему понравится музыка, то он разместит её бесплатно. Типа, Роб уже довольно старый и рок ему не нравится, в отличие от его более молодого друга, который имеет странную почту angel26sobacalakecityquietpills. Типа, тут домен неправильно указан, в конце же должно быть что-то типа .com или .org, а так эта почта никогда не была эмейлом. Сам хостинг изображений этого старика ныне не существует, но раньше он был завален порнухой. А дело всё в том, что Роб был довольно странным персонажем. Возможно, из-за возраста комплексовал, и это проявлялось в том, что он часто вёл себя как школьник со сперматоксикозом. Типа, я могу ещё с натяжкой понять, когда ты рассказываешь, как драл какую-то шкуху в Западной Африке. Это можно счесть, наверное, за одну из баек о своих былых похождениях, но когда ты вставляешь свои сальные и кринжовые комментарии чуть ли не под каждым постом, в котором есть пошлятина, это выглядит мерзко. Вот, например, пост, где спрашивают реддитеров, каких персонажей из мультов они хотели бы вы***ть. И 79-летний ветеран пишет, что его список огромный, и у него нет времени на его перечисления. Также он был модератором на порно-канале реддита Jailbait. В переводе на русский – байт на тюрьму. Малолетки. Тоже хороший перевод. По идее, администрация не приветствовала там прям лолей, но поощряла нюцы молодых девушек 18 лет. И вот периодически оказывалось, что размещенные там фотки принадлежат особам немного помладше. Сам Роб поддерживал статус ебанутого, заявляя, что любит молодых, и вообще в посте с порнухой он заявляет, что любая девушка прекрасна, и неважно, 12 ей или 100. Это подтвердит любой, у кого есть яйца. Да, и в контексте разговора он привел метафору, что он просто наблюдает за пейзажем, но не трогает цветы. Вот другой реддитер возмутился тем, что The New York Times разместила фото голубого бегающего мальчика лет пяти. Мол, кто-то может дрочить на эти фотки. Роб появился в комментах и написал, что лучше уж пусть пи***лы дрочат на фотке, чем прибьют какого-нибудь настоящего ребенка. А это вообще к чему было написано? Ну то есть у вас уже сформировался примерный образ человека, да? Неприятный такой. Это не добродушный дедушка, с которым можно оставить ребенка, не так ли? Так вот, Роб исчез из сети так же внезапно, как и появился. В своих последних постах он жалуется на количество спамеров и ботов на реддите, и что он задолбался с ними воевать. Так или иначе, это было последнее его сообщение на просторах сети, оставленное 17 июля 2009 года. Больше от него не поступало никаких сообщений. Примерно через 25 часов после его сообщения, 18 июля, почти в 4 утра по Гринвичу, на реддите появился пост от пользователя 2-6. Я тот человек, который предоставил Religion of Peace пространство для That Old Guy's Image Host. Майло умер сегодня, ему было 79 лет. Он умер за своим столом, просматривая ваш сайт. Майло был злым стариком, злым и упрямым. Он помог мне найти первую работу после моего дембеля. Мне не понравилась наша встреча. У Майло нет живых родственников и настоящих друзей. И кроме его арендодательницы и нескольких людей на работе, он ни с кем не разговаривал. Меня он просто терпел. Как я уже говорил, он был злым. Я думаю, он использовал это как щит, чтобы держать людей подальше от себя. Майло считал, что Бог это какой-то обманный трюк, придуманный ленивыми пиздасами, которые не хотят работать каждый день. Так что он сгорит в понедельник, без церемоний, как и хотел. Я планирую развеять его прах в лесу, в Пенсильвании, неподалеку от места его рождения. Нельзя развеять его прямо там, потому что теперь там находится торговый центр. Я отдал девушке из соседнего дома, его облезлого кота и большую часть его книги. Его компьютер и электронику он передал для инвалидов-ветеранов и ассоциации ветеранов Вьетнама. Все остальное для армии спасения. Все эти годы и все, что ему принадлежало, помещается в багажник моей машины. Я не знаю, что еще сказать. Мне будет его не хватать. Несчастный мудак. Данный пост вызвал отклик у пользователей Реддита. Все-таки Religion of Peace или Майло был необычным человеком с необычной историей, это уж точно. На следующий день, видя, сколько людей виртуально простились со стариком, 26-й написал комментарий, в котором выразил удивление, что Майло общался с людьми далекими от оружия и поблагодарил людей за неравнодушие. А также написал, что старик был его другом и 26-й был у него в гостях за несколько часов до его смерти. Также он написал странный комментарий, цитата. Ему досталось место рядом с Мухаммедом, но что это значит и кому адресовано, непонятно. Модерация удалила коммент и контекст неясен. Напоследок 26-й, видя количество неравнодушных людей, отчитался о том, что, как и обещал, развеял прах Майла и оставил координаты произошедшего. После этого он ушел и больше не появлялся. Мне нравится рассказывать истории о малоизвестных личностях, о которых за прошествии десятков лет никто уже и не помнит. Но, на мой взгляд, они значимы для интернета и достойны, чтобы их историю вспомнили. Будь то Крис Макинстри или Кладовка Кун. И этот ролик мог бы быть из той же коллекции. Я мог бы рассказать про необычного человека, чью историю жизни мы узнали благодаря интернету, но этот ролик другой. В этой истории что-то было не так. Как будто не хватало каких-то кусочков до восстановления полной картины. Над чем работал Майла, когда ушел на гражданку? Он говорил, что у него имеются два Iron Key, каждый на 4 гигабайта. Кто не знает, Iron Key – железный ключ. Это очень защищенная флешка, обладающая третьим уровнем стандарта компьютерной безопасности из четырех возможных. Посторонние ее не прочитают, и данные могут самоуничтожиться без возможности восстановления. Например, такую флешку на 16 гигабайт можно купить за 35 тысяч рублей. У Майла было два Iron Key на 4 гигабайта в 2008 году. Была еще странность, связанная с файлообменником. Я немного соврал, когда сказал, что он располагался по адресу lakecityquietpills.com. Он имел вот этот адрес, а сама главная страница была почему-то пустой. Что с одной стороны странно, но с другой простительно для 79-летнего старика. И все шло к тому, что про эту историю все забудут. Но 17 марта 2010 года, через год после смерти старика, пользователей реддита Засако Кван вспомнил про Майла и решил более подробно все изучить. И наткнулся на кое-что интересное. Помните хостинг изображений этого старика. Перейдите в корень сайта и посмотрите исходный код. Если открыть HTML-код той самой главной страницы, которая была якобы пуста, то обнаружатся скрытые сообщения. Срочная необходимость. 8-10 человек, китайцев или корейцев, требуют совладения корейским языком, диалектами и акцентом. Подробности после контракта. 12-недельный секвестр с оплатой за половину времени в случае окраина. Шейд ведет календарь и имеет доступ к архиву данных. У Ангела есть объявление о вакансиях для Евросоюза и Азии. Мы не отправляем никого на Ближний Восток. Никого. Не спрашивайте о вакансиях там. Мне жаль сообщать вам, но вчера умер старина Майло. А он покинул нас в тишине и спокойствии. Совсем не так, как мы это представляли. Я отдал его толстого облезлого кота, маленькой девочке. Никакого отпевания. Вы же знаете Майло. Я намерен развеять его прах там, где находилась его ферма. По крайней мере, неподалеку от нее. Теперь на месте его дома стоит торговый центр. Так что подними парочку бокалов за старика. Помни, что он говорил. Храни веру в человека, который тебя прикроет. Для тех, кто спрашивал. Я в этот же день заблокировал Айрон Кей Майло. Все хорошо. Интересно, да? Пользователи Реддита тоже заинтересовали эти сообщения и они начали копать. Было непонятно, почему сайт по идее называется хостинг изображений этого старика, но находится по адресу Lake City Quiet Pills. И тут выяснили, что Майло уже упоминал эту фразу. Под постом о тайных операциях ЦРУ с ликвидацией людей есть коммент Майло, который одобряет подобное и заявляет, что знает целый ряд преступных организаций, которым бы не помешала доза успокоительного из Lake City. Более того, проведя поиск в Гугле, удалось найти аккаунт «Ангел 2-6» на старом форуме FARC, где он подписывался так же, как и на Реддите. 2-6. Там он еще в 2001 году яростно отстаивал идею пыток террористов и, более того, давал советы Онова, ссылаясь на свой опыт. Причем, если открыть его профиль, то в описании будет написано «Раздача успокоительного из Lake City паршивым ублюдкам, нуждающимся в постоянном отдыхе с 1968 года». Что это за Lake City такой? В США есть несколько объектов с такими названиями. Города, разбросанные по всей стране, но среди них выделяется завод по созданию патронов с таким же названием, расположенный в Индепенденсе, Миссури. На сайте армии США его называют стратегически важным предприятием. И какое успокоительное для паршивых ублюдков имеется в виду? Даже интересно. Хотя скорее, какого калибра? Походят на какую-то тупую выдуманную шпионскую историю, да? Так вот, на сайте появлялись новые сообщения, заявляющие о том, что 19 января 2010 года будет какая-то вечеринка по случаю дня рождения умершего Майла. Для гостей запланировано 38 комнат в отелях, ключи от которых нужно забрать у Шейда. Телефоны небезопасны. Сама вечеринка запланирована на 15.00. Автобусы на вечеринку от отелей уходят в 13.30. На обратном пути на случай аварии в автосервисе платить не нужно. И ни в коем случае не бухать за рулем. И знаете, что это значит? Ну, вот этот дяденька определенно знает. Это Махмуд Аль-Мабхух. Родился 14 февраля 1960 года в лагере Джабалия. Среднюю школу бросил и выучился на автомеханика. В 1970-х примкнул к террористической организации «Братья-мусульмане». В 1986 году евреи арестовали его за хранение автомата, но после того, как его отпустили, через 3 года он занялся похищениями людей и убийствами. Позже записался в ряды хмасок, где дорос до того, что стал начальником отдела логистики и закупок оружия для военного крыла этой организации. 19 января 2010 года в 15.25 он заехал в отель в Дубае. За ним зашла группа людей с поддельными паспортами разных стран вплоть до Австралии. Группа явно выслеживала Махмуда и знала, что делает. Через пару часов они уже успешно покидали дислокацию. Это выяснили уже на следующий день, проверя камеры, когда нашли тело Махмуда, накаченное миорелаксантами. Видимо, он получил свою дозу успокоительного из Лейк-Сити. Люди были явно профессионалами, сработали чисто. В данном происшествии подозревают 29 человек, большую часть которых объявил в розыск Интерпол. О реальном количестве людей, участвовавших в операции по устранению боевика, ничего не известно. Так вот, знаете, что появилось потом на сайте, который предсказал это событие вплоть до часов? Оповещение, что вечеринка состоялась успешно. Перечисление того, что было на вечеринке, включая медикаменты. Упоминание, что толстый Томми и Стью не пострадали. И заявление, что голландец Майло гордился бы ими. Итак, вот что у нас имеется. В просторах интернета появился какой-то старик, ветеран многочисленных боевых действий, который завел знакомство по всему миру. Немного позже он стал работать с компьютерами, и для этой работы требовалась высокая степень защищенности и секретности. После его смерти на свет появился его товарищ, которому Майло помог с работой после армии. Исследовав этот запутанный клубок, сыщикам удалось обнаружить вакансии для выполнения каких-то странных операций. В ходе одной из них был ликвидирован настоящий боевик. Потом публиковались зашифрованные данные, а потом сайт грохнулся. 26-й писал, что он работает с Лейк-Сити с 1968 года. На самом деле сложно сказать, с чем конкретно это может быть связано. Ибо при упоминании 1968-го мне на ум приходят операция Дунай, наступление в праздник ТЭД, майские протесты в Париже и остальное. Вообще год был богат на всякие подобные штуки, но это могло просто совпасть и раздача успокоительного из Лейк-Сити могла начаться незаметно. В любом случае тогда получается, что 26-й 1948 года рождения, если не раньше. Так вот, что же это было? Ну, ликвидацию Махмуда, как правило, приписывают одной кошерной стране и в принципе я согласен с этим, просто тут есть пара нюансов. Подобная судоплатовщина это постоянный риск международного скандала и если что-то пойдет не так, то мировая общественность может тебя смешать с говном. Поэтому для подстраховки можно действовать не напрямую, а через многочисленных подрядчиков и субподрядчиков, ЧВК там всякие и прочее. И Майло, имея обширные связи в военной среде, мог предоставлять такие услуги, например, не по самим убийствам, а, например, по организации связи или типа того. И вот эта громоздкая структура могла дать осечку и каким-то образом база данных сообщений протекла в HTML-код сайта нашего пенсионера. В конце концов, Майло может быть не именем, а аббревиатурой. Офицер связи военной разведки. Так вот, реддитеры конкретно охуели от всего того, что я сейчас вам рассказал и продолжили копать дальше. Выяснилось, что подобные ситуации происходят чаще, чем думают обыватели. Например, в 2015 году поймали бывшего военного, который в составе таких же ветеранов боевых действий за миллион долларов должен был грохнуть высокопоставленного агента. Изучив заархивированную версию уже сдохшего к тому времени сайта Lake City Quiet Pills, обнаружили, что подавляющее количество пикч оттуда копипастятся с порношного сайта Drunken Stepfather, который имеет свой форум. Сам сайт сделан просто шикарно. Например, чтобы воспользоваться поиском на форуме, требуется регистрация. А когда ты зарегистрируешься, первая же вкладка, которая тебе будет доступна, User CP. Как думаете, куда ведет эта вкладка на порно-сайте? User Control Panel. Я, когда это увидел, я чуть не поперхнулся аж. Так вот, при чем тут этот сайт вообще? Если провести там поиск по нашим ключевым словам, то удастся найти наших знакомых. Например, 17 января 2010 года 26-й пишет о запланированной вечеринке. И уже после пишет, что вечеринка прошла успешно без стрельбы, но было одно ножевое ранение. А у самого 26-го болит голова. Сам 26-й у местных обывателей в почете, потому что хорошо админит сайт хостинг этого старика. Причем этот персонаж ведет себя вполне открыто. Без всего этого контекста можно было действительно подумать, что это просто обычный админ хостинга. Это немного странно. Чуть позже обязанности админа от 26-го перешли к какому-то пользователю GP. Так, стоп. История началась довольно брутально. Многочисленные войны, ветеран боевых действий, заказные убийства, настоящие террористы, массад. Какого хуя мы оказались на форуме порно-сайта под названием «Пьяный отчим»? Чё, блин? Так, это какой-то бессмысленный дурдом. Это не серьезно. В общем-то, загадка сайтов киллеров в западном интернете имеет статус культовый на уровне ЦК до 3301. На ютубе есть десятки видосов по этой теме, многие из которых достигают часового хронометража. Это не шутка. Статей на эту тему еще больше, но все они по большей части повторяют друг друга и ходят вокруг да около. Короче, если проверить сайты, которые оказывали услуги хостинга для сайта Lake City Quiet Pills, то вы узнаете, что в разное время эти услуги оказывали вот эти 8 сайтов. И все становится интереснее, если обратить внимание на их IP-адреса. Айпишник Lake City Quiet Pills совпадает с сайтом Crystal Wind, что вызывает интерес. Этот сайт в 90-х оказывал услуги размещения у себя других сайтов, связанных с малым бизнесом в Нью-Йорке. На главной странице владелец сайта подписывается именем Майк. И это был человек с активной гражданской позицией. Например, он на главной странице своего бизнеса, по сути, слал нахуй президента США и репостил объявления о пропавших детях. После 11 сентября прекратил свою деятельность, и сайт долгое время выглядел вот так. И в 2009 году появилась странная надпись «Здесь нечего смотреть, двигайтесь дальше». Если открыть исходный код сайта, то прямо как и в случае с Lake City Quiet Pills, в исходном коде будут спрятанные послания, а именно ключи подписи калькуляторов Texas Instruments. Что интересно, Crystal Wind упоминается на форуме этих техасских инструментов. Если покопаться в сети, то можно найти письма от Crystal Wind, подписанные Майком Адамсом, который занимается написанием технической документации. Также он подписывался и другими никами, среди которых Трент, Ринг или Флинк. Причем, если мы посмотрим на версию Crystal Wind из 2012 года, то увидим, что сайт принадлежит Флинку. Существует книжный сайт Goodreads, и на нем зарегистрирован одноименный аккаунт. Знаете, какие книги его любимые? Книги про Вторую мировую, в частности, про высадку в Нормандии, про историю Израиля, про управление специальных операций, про убийство президентов, да и в целом фантастические шпионские романы. Вот как на самом деле выглядит старик Майло. Люди, пытающиеся разгадать тайну сайта с наемниками, разделились на два противоположных лагеря. Что Майло это реальный наемник, и что Майло это литературный персонаж, не существовавший никогда в реальности. Выдвигались сотни гипотез, что на самом деле Майло организовал сайт помощи ветеранам. Что это утечка ЧВК, что это частная охранная компания и прочее. Были подняты карты Пенсильвании за 19 век, чтобы найти фамилию семьи Майло. Излазили все вдоль и поперек. Миллиарды теорий, что Лейк-Сити это прикрытие для торговли ЦП, а Майло это начальник разведки Израиля, потому что у них дата смерти совпадает. А все началось с того, что Майк Адамс, работая составителем технической документации, сидя в Нью-Йорке, решил от скуки придумать себе образ таинственного наемника, объездившего весь мир, и писать в сети от его лица. По сути, Майло это и нереальный человек, и невыдуманный персонаж. Это буквально маска, которую на себя надел Майк Адамс. От этого и вся путаница, что сообщения наемников присутствуют за 8 лет до появления на реддите Religion of Peace. История Лейк-Сити Квайт Пилс это показательный пример, как пользователи интернета вносили понемногу вклад в разгадку этой истории на протяжении многих лет. И даже я чуть-чуть поучаствовал, найдя фотку Майка. В 2019 году неизвестные люди провели расследование касательно Crystal Wind, ответив на большинство вопросов, но почему-то статью они свою удалили, и она доступна только через Wayback-машину, из-за чего о ней никто и не знает. В конце концов, Майло ловили на вранье, например, под одним из старых постов он писал, что ему будет 70 в июле 2008 года, хотя ему по идее должно было исполниться 80 в январе 2010. К тому же сам факт странный, что он зарегистрировался в 2007 году, почти не активничал и резко написал несколько сотен постов за месяц перед смертью. Еще наш крутой наемник сделал странное заявление, что в Мексику поступает АК-47 из Южной Америки. Для тех, кто не в курсе, АК-47 это по сути музейный экспонат, который хрен достанешь. Обычно всякие додики так называют АКМ. И по идее наемник, воевавший 40 лет, должен об этом знать. Учитывая множество псевдонимов Майка, он мог также отыгрывать других своих персонажей, будь то Майло, 26-й и другие. Пользователи Reddit отмечали их схожесть письма. Возможно кто-то спросит, а как тогда Майк предугадал ликвидацию Махмуда? Да никак. Реддитеры узнали о скрытом тексте на сайте лишь в конце марта. Майк мог задним числом написать у себя в коде сайта любую дату уже постфактум. На том форуме порносайтов Майк писал, что день рождения Майла 18 января. Ошибся буквально на один день. К тому же в коде сайта писалось, что эти наемники никого не посылают на Ближний Восток. Хотя Израиль и Дубай там находятся. И вообще так называемый день рождения Майла они отмечали вплоть до 2013 года. Например, они упомянули, что планировали встретиться в январе в Цюрихе. И комментатор ниже пишет, что хочет себе ЗИГ-516. То есть высока вероятность, что это они по-своему называли так свое мероприятие, которое по совпадению произошло рядом по времени с ликвидацией боевика. Есть такой американский блогер. Баррелли Сошибл. В конце 2019 года он в твиттере написал, что по его инсайдам Лейк Сити Квайт Пилс сделал один человек, имеющий полсотни псевдонимов и заядлый игрок в Second Life. Он со своими друзьями устроил эту ролевую игру, где они изображали из себя наемников в сети. И более того, как только Лейк Сити Квайт Пилс грохнулся, они создали сервер в Даркнете, чтобы никто не знал, чем они занимаются. Доказательств Баррелли не предоставил, но я пришел к тем же выводам, перерыв весь интернет. Если Баррелли ткнул пальцем в небо, то он не ошибся. Разве что он настаивает, что это кучка извращенцев, устраивающая на сходках оргии, что не исключено, но на меня они больше произвели впечатление горе-тактикульщиков. На форуме того порносайта некоторые пользователи активно подыгрывали Майку, и единственный неясный вопрос заключается лишь в том, это его фейки или его знакомые, также изображающие из себя причастных к тайне. Я склоняюсь ко второму варианту. Наверное, они, как и я, просто любят хорошие истории. Вообще интернет примечателен тем, что из-за анонимности ты можешь изображать из себя кого угодно. Это в жизни ты обычный ботаник, Майк Адамс, торчащий 24 на 7 у монитора, составляющий техническую документацию, любящий романы по типу боевиков Тома Кленти. Ну вот ты зарегистрировался на форуме и уже не простой задрот, а ветеран боевых действий, наемник Джейсон Борн на пенсии фактически, Майла или 26-й, участвующий в мировых заговорах. Что интересно, эта история не закончилась в начале 10-х. И степень дурдома дошла до такого уровня, что в 22-м году аккаунт Religion of Peace ожил, и умерший 13 лет назад старик с того света отправил на Reddit сообщение, в котором был отрывок SQL-запроса с того порносайта, в котором говорится что-то про контракты. А полгода назад, осенью 23-го года, сайт Lake City Quiet Pills был удален по запросу владельцев из архива интернета. Да, всю эту историю я собирал для вас на ощупь по всему интернету. Изначально, когда я только начинал изучать всю эту тему, я подошел к ней предвзятым, ибо все материалы по этой теме говорят, что Lake City Quiet Pills это фейк, не приводя нормальных пруфов. И мне просто хотелось вопреки им нарыть подтверждение того, что чисто теоретически такое могло быть в реальности. Ну, понимаете, просто утечка базы данных какой-нибудь Blackwater из-за дебилов сисадминов. Как будто такого не может быть в реальности. Но даже так у меня натянуть сову на глобус не вышло. А пойдя в другую сторону, удалось найти гораздо больше ответов на мои вопросы. Майк Адамс, безусловно, неприятный персонаж. Притворяться ветераном, чтобы тебе сопереживали и твое мнение выглядело весомее, это мерзко. Не говоря еще про его сальные комменты в отношении детей. Видя перед собой разгадку этой истории, я испытываю скорее досаду. Интересная и загадочная история о наемниках из интернета, которую постоянно ставят в один ряд с цикадой 3301, оказалась мерзкой историей о жалком человеке, который изображал из себя не пойми что. Наверное, по написанию сценария, это расследование было одним из самых сложных лично для меня. Собрать весь этот материал, разбросанный по всему интернету, что-то перепроверить, что-то найти самому, и на основе нескольких сотен разрозненных постов и сообщений написать сценарий. Надеюсь, мне удалось сделать ролик так, чтобы вы не запутались во всей этой истории. Пишите, что думаете касательно всего описанного, мне будет интересно почитать. Также большое спасибо Илье Куличу за помощь в озвучке цитат, не от лица Майла. Большое спасибо тем, кто поддерживает меня материально на Boosty, благодаря ним создание этого ролика стало возможным. Это видео я делал, по сути, в полевых условиях. Если также хотите материально поблагодарить меня за проделанную работу, QR-код на экране, ссылка в описании. Ролики там выходят быстрее, чем на ютубе. А на этом все. Спасибо, что досмотрели.